Священный исповедник Николай, митрополит казахстанский. Миру его звали Могилевский Феодосий Никифорович. Он родился в селе Комиссаровке, вверхе Днепровского уезда Екатерославской губернии. Сейчас это Пятихадский район Днепропетровской области. Его отец был псаломщиком. Будущий владыка Николай по окончании семинария вначале работал учителем в школе. Поскольку священный сан ранее не принимали прежде до снижения возраста 25 лет. В то же время у него была большая тяга к монашеству. Работал он учителем почти что безвозмездно. Как было написано в его распределении туда, он работал за стол и за ночлег. То есть его должны были кормить жители села и предоставлять ему жилье. А о каком-то жаловании даже не говорилось. И вот проживая так, учитель Феодосии заслужил большую любовь односельчан. И они стали даже жертвовать какие-то небольшие деньги. Вот на эти средства он купил книгу в монастыре России. И думал, что при чтении этой книги он выберет тот монастырь, куда ему стоит идти. Но чем дольше эту книгу он читал, тем в большей растерянности он находился. Потому что все обители славные. У всех особая история в каждом месте. И в каждый монастырь, можно так сказать, хотелось поступить монахам. Закончив чтение книги, он уже не знал, что и думать. После этого он читал допоздна и лег отдыхать. Когда он встал утром, неосторожным движением он сбросил книгу на пол. Она перевернулась, раскрылась и упала страницами вниз. И тогда Феодосий подумал, вот на каком монастыре раскрылась книга, туда я и пойду. Поднимает он книгу, и там на странице, посвященной Ниловой пустыне. Следующий свой отпуск, собрав еще некоторое количество средств, он поехал в этот монастырь. Попал туда к игумену, поговорил с ним. И игумен ему сказал, что ты побудь еще годик у себя в своем селе. И вот если у тебя желание это не изменится, через год приходи, мы примем тебя в число братьев. Год прошел у него воодушевленно. Сельчане еще более полюбили его. Набрали ему различных вещей, снеги. Все это он отправил своим родителям, которые жили небогато. А сам пришел в этот монастырь, который находится на острове Селигер. Желание ему было одно – славить Бога в этой обители. Никуда от нее не отлучаться и не покидать ее. Однако, будучи монахом, он постепенно стал восходить от силы к силу. Вначале он сидел на пароходе, который возил людей от пристани до монастыря. Потом он стал занимать другие должности монастырские, восходя все выше и выше. И стал уже благочинным этой обители. И тогда все монахи, начиная от последнего послушника и кончая игуменом, все стали его уговаривать, что он должен продолжить свое образование и поступить уже в Духовную Академию. И ему пришлось уступить этому голосу братья. Он приехал в Москву, учился в Московской Духовной Академии. И в дальнейшем его судьба определила в город Чернигов. И здесь очень интересно то, что святитель Феодосий Черниговский в миру имел имя Николай, а святитель Николай Казахстанский в миру имел имя Феодосий. Они как бы поменялись своими именами. И владыка был очень близок, будущий владыка был очень близок к святителю Феодосию. Канонизация его произошла в 1911 году, когда он был еще в Московской Духовной Академии. А с 1913 он был в Черниговской Академии при мощах святителя. В 1917 году, после Февральской Революции, он стал первым выборным ректором этой Академии. Под влиянием демократических преобразований стали выбирать ректора. Но выбрали в данном случае достойного человека. И в дальнейшем он уже принимает епископский сан. Служил он в разных местах, в разных епархиях. Приходилось ему быть в заключении. И здесь у нас, в Бутырской тюрьме. И в дальнейшем, во время Отечественной войны, он также был в заключении. И его перевозили уже во место ссылки, ему определили Казахстан. По дороге его обобрали уголовники. И буквально в одном нижнем белье его выбросили на улицу. Какое-то время он был в городе Чилкар. Какое-то время он собирал какую-то милостыню. Но в дальнейшем он ослабел. И упал без сознания на улице. Очнулся он, видев вокруг себя людей, одеянных в белой одежде. И подумал, что он находится в раю. Оказывается, это были медики. В больнице, куда его доставили. Там ему был хороший уход. Особенно его полюбил молодой врач, которому он рассказал свою историю. Люди радовались, что приближается его выписка. А только врач знал, что ему некуда идти. И всячески затягивал этот момент. Но все-таки, поскольку это особенно время военное, пришлось ему выписать святителя Николая из больницы. Когда же он выписывался, ему сказали, а вас тут ждет человек. Какой же? У меня здесь никого нет. А тот человек, который вам каждую неделю приносил лепешки. И вот когда он вышел из дверей больницы, ему навстречу идет казах, мусульманин. Говорит, бачка, бачка, садись, я тебя повезу. Куда же вы меня повезете? К себе домой. Все это было очень удивительно. И он стал расспрашивать, почему же ты так заботишься обо мне? А казах этот сказал ему, что когда ты лежал тут на земле, лицом вниз, мне Бог сказал, чтобы я тебе помог. Вот таким образом спасся владыка от неминуемой смерти. И в дальнейшем этот казах казался довольно влиятельным. У него были какие-то знакомые, друзья, смог выписать сюда же в этот челкар одно из его ближайших духовных чад, которое и стало уже заботиться о владыке. Владыка скрывал, что он является епископом и вообще имеет священный сан, но духовная дочь его скрывать это не стала. И в результате еще некоторых других событий он стал митрополитом казахстанским. Вот такова его очень интересная история. С 1945 года он был архиепископом, а в дальнейшем митрополитом алматинским и казахстанским. В его жизни был очень интересный случай, когда он из Казахстана летел на самолете в Москву на заседание Священного Синода. Самолет претерпел аварию, но по молитве владыки они приземлились, он успокоил всех людей, когда началась паника, не волнуйтесь, все будет хорошо, молитесь только. И они упали на болото. И самолет не разбился. После этого, конечно, уже в дальнейшем летчики перед полетом подходили под его благословение, потому что знали эту историю, а владыке частенько приходилось летать в Москву. Я служу в храме Святителя Николая в Берелеве, и старейший наш священник, которому завтра исполняется 85 лет, протеарей Алексей Байков, был лично знаком с владыкой, поскольку его папа был протодиаконом у Святейшего Патриарха Алексея. И владыка частенько бывал у них дома, приходил на чай, был очень простой, очень добрый. Такие вот детские воспоминания нашего батюшки моего, с которым я сейчас служу, моего наставника, сохранились у него на всю жизнь. Эту икону, которую мы видим, я сегодня принес в Бутырскую тюрьму, поскольку она несколько лет находилась у нас в Берелеве. На ней висел такой небольшой мешочек, с мощами святителя. Сколько? Нужно было изготовить для них особый ковчег, и как-то не складывалось это дело. Но вот несколько дней назад эти ковчеги были установлены, большая икона святителя Николая написана у нас в Берелеве, и на ней установлены его святые мощи и часть гроба. Это уже вторая икона с мощами. А первую подобную икону мы отвезли в Нивостолобенскую пустыню. Была такая идея съездить с иконы в монастырь, который был связан с жизнью святителя Николая. Но когда мы туда приехали, оказалось, что у них вообще нет иконы святителя, хотя они все, служащие там священники, подходя к иконе, узнавали своего постриженника, не знали его житие и с большим благовением становились на колени и прикладывались к этой иконе. Поэтому мы еще одну поездку совершили, передали им эту икону, а себе для своего храма в Берелеве изготовили новую. И вот сейчас на ней помещены мощи и часть гроба святителя Николая. В связи с связью с украинскими местами, сейчас в этих событиях, которые там происходят, мы должны усердно молиться этому святому. Святитель Ильича Николая, моли Бога о земле украинской. Дай им, Господи, мир, тишину и покой. До ненависти, вражды, обиды, кровопролития, мздоимства, клятву преступления и прочие беззакония прекратятся все земли. Истинная же любовь и мир Твой доцарствует там. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok